Металлург прервал победную серию и впервые в этом сезоне проиграл по булитам. Магнитогорцы не смогли справиться с принципиальным соперником, казанским Акбарсом. А в Америке челябинских хоккеистов признали сильнейшими игроками НХЛ. Подробности в обзоре спорта. Металлург прервал пятиматчевую победную серию. Накануне магнитка на домашней арене по булитам проиграла казанскому Акбарсу 1-2. Счет в игре удалось открыть только в конце второго периода. Войтек Вольский поразил ворота гостей. В начале следующего отрезка Акбарс в меньшинстве сумел сравнять цифры на табло 1-1. С таким счетом команды доиграли до булитов, где удача оказалась на стороне казанцев. Таким образом, Акбарс взял реванш у Металлурга за аналогичное поражение недельной давности. Я считаю, что мы сыграли хорошо, как и в последнее время. Мы не сдаемся, где-то отыгрываемся, где-то просто выигрываем. Ну а сегодня пропустили обидный гол в большинстве. Мы не сдавались, просто так вышло. Сейчас Металлург один из лидеров Восточной конференции. В 32 играх команда набрала 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Игрок Эдмонтона теряет шайбу возле своих ворот. Ее подхватывает нападающий Чикаго, уроженец Южного Урала Артемий Панарин. Обыгрывает вратаря и отправляет снаряд в сетку. После заброшенной шайбы воспитанник челябинского хоккея Панарин в этом матче сделал еще две голевых передачи и попал в топ-лист сильнейших игроков национальной хоккейной лиги. Еще один южноуралец в этом списке Евгений Кузнецов, бывший игрок трактора, помог своей команде Вашингтон обыграть Детройт. Кузя забил победную шайбу в овертайме. Этот гол стал для него уже шестой в 17 играх. Две медали в первый день соревнований. На молодежном первенстве Европы по тэквондо в Бухаресте два южноуральца заняли призовые места. Жанат Искаков победил в пяти схватках. В финале с разгромным счетом одолел бельгийца и впервые стал чемпионом континента. Его коллега по сборной Челябинка Юлия Кустова также одержала верх над соперницами в пяти поединках. Но в финале с минимальным счетом проиграла немки. В итоге серебряная медаль. Сегодня на ковер выйдет еще одна представительница Челябинской области Татьяна Кудашова. Она выступит в весовой категории до 53 килограммов. Челябинские студенты играют в футбол с профессиональными игроками. Несмотря на морозную погоду, на поле жара. Кипят нешуточные страсти. Матч хоть и товарищеский, но футболисты настроены серьезно. Для игроков футбольного клуба Челябинск этот матч – возможность получить игровую практику во время зимнего перерыва. А для студентов – шанс попробовать себя с более сильными соперниками. Футбольный клуб Челябинск, он честно связан с нашим вузом. Очень много выпускников играет за сборную команды футбольного клуба Челябинск. Это Шеймарданов, Леоненков. И наш нынешний студент – это Валерий Федосюк. Он в составе сборной команды футбольного клуба Челябинск. Защитник главной команды города в этом матче сыграл против своих партнеров по студенческой сборной. Валерий Федосюк сейчас учится на третьем курсе Аграрного университета. Но уже второй год играет в команде профессионалов. Приятно такие матчи устраивать. Уже приличился, удалось побегать. Холодно, не холодно. Все равно тоже для ребят поиграть, для коллектива, для тренеров. Товарищеский матч закончился победой игроков футбольного клуба Челябинск со счетом 3-2. Уже через неделю поединки сильнейших тэквондистов России жители Челябинской области смогут увидеть своими глазами. В Магнитогорске пройдет восьмой по счету турнир на призы журнала «Братишка». Соревнования будут состоять из трех частей, сообщают организаторы. Во-первых, это личные состязания спортсменов. Здесь будет разыграно 56 комплектов наград. Во-вторых, технические и показательные выступления тэквондистов в формате «Бой с тенью». Ну и самая зрелищная часть – командные состязания «Стенка на стенку». Всего ожидается около тысячи участников. Турнир пройдет в Магнитогорском дворце спорта имени Рамазана 28 и 29 ноября. Билеты можно получить в оргкомитете турнира. Антон Зубков, ОТВ